Добрый день, друзья! С вами Сергей Строков, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. Сегодня мы будем говорить о самороспуске так называемой непризнанной Нагорно-Карбахской республики и попытаемся понять, что ждет регион в будущем. Итак, сентябрь этого года продолжает удивлять событиями, которые уже совсем скоро войдут в учебники истории. Всего неделя понадобилась для того, чтобы после начала разоружения армянских незаконных формирований на территории Азербайджана произошел самороспуск незаконного образования, известного как непризнанная Нагорно-Карбахская республика. Тот самый Арцах, вокруг которого за много лет было сломано столько копий, заканчивается во всех смыслах. Его действующий лидер Самвел Шахраманян подписал указ о самороспуске так называемой НКР к январю будущего года. Это должно устранить последние препятствия на пути реинтеграции региона в состав Азербайджана. Ну, страсти и эмоции в эти дни просто зашкаливает. Как вы понимаете, кто-то ликует. Наконец-то свершилось. Этот день мы приближали как могли. Кто-то напротив пребывает в шоке, пребывает в отчаянии. Все пропало. Проклинает армянского премьера Никола Пашиняна. Вот, дескать, если бы не его предательство, то никогда бы не видать бы Баку никакого Карабаха. Но, как бы то ни было, фактический некролог НКР написан. Написан он собственноручно никем, как его так называемым лидером. И, как мы знаем с вами, что написано пером, то не вырубишь топором. А вот теперь давайте попытаемся понять смысл произошедшего самороспуска или самоликвидации НКР, которая, заметим, выбросила политический белый флаг добровольно. Те, кто оплакивают НКР, называют решение ее лидера неправовым, противоречащим законам непризнанной республики, должны задуматься вот о чем. Задуматься о том, насколько вообще уместно в данном случае рассуждать о нарушении закона, учитывая, что законность самого существования НКР, ведь изначально вызывала большие вопросы. С точки зрения международного права, несуществующий президент распустил несуществующее образование, а именно НКР. Вот что произошло. Другое дело, другое дело, что его обрушение, конечно, нарушило повседневный уклад жизни многих. Тысячи людей в эти дни снимаются с насиженных мест в Карабахе и отправляются в новую жизнь, новую жизнь, которая выглядит уравнением со многими неизвестными. Что заставляет этих людей бросать все и уезжать? Откуда вот эти километровые вереницы машин, когда, казалось бы, вот только сейчас должна начаться нормальная, спокойная, безопасная жизнь? Многим ответить на этот вопрос трудно или даже невозможно. Уезжают просто потому, что страшно. Кого страшно? Как кого? Азербайджана. А почему страшно? Потому что Азербайджан несет беды, несет страдания. Об этом столько говорили, писали, это так долго пытались показать. Именно эту мысль внушала на протяжении многих лет армия политиков, экспертов, журналистов. Я вам скажу, друзья, в эти дни в Москве немало уважаемых статусных людей с профессорскими степенями, внушительными регалиями, которые утверждают, что именно так вот и будет в дальнейшем. И, конечно, когда мозги людей вот так в ежедневном режиме промываются антиазербайджанской пропагандой, и все это наслаивается на травмы, на травмы давнего конфликта, то, естественно, вызывается, возникает устойчивое недоверие, возникает стойкое неприятие. И просто становится невозможно поверить, что достойна жизнь, на самом деле, может быть именно здесь, в Карабахе, а не в каком-то другом месте, куда нужно уезжать. Но если взрослый человек, которого никто никуда не гонит, никто не преследует, садится в машину и уезжает, то это его добровольный выбор. И нечестно, нечестно называть это этнической чисткой. Но вот вы сравните с тем, как проходили реальные этнические чистки азербайджанцев в Первую Карабахскую войну. Документов, живых свидетелей огромное количество. И о них ведь нигде, кроме Баку, не говорят. Конечно, главный вопрос сегодня, что будет с Карабахом в ближайшие дни, недели, месяцы, годы, как изменится Земля и ее люди, которые много лет жили в тисках страха. И вот сравнивая жизнь тех, кто уезжает сегодня и тех, кто останется, можно будет через какое-то время сделать объективные выводы о том, кто из них сделал правильный выбор. Как говорится, история рассудит. Но все же, все же есть веские основания считать, что Азербайджан сделает все, чтобы превратить Карабах в преуспевающий регион, витрину реформ и позитивных перемен на Южном Кавказе. Между тем, закрытие проекта так называемой НКР и происходившие на этой неделе задержания ее лидеров, которые теперь, надо понимать, исчезнут из информационного пространства, сопровождалось начинающимся новым, фактически историческим сражением за влияние на Южном Кавказе. В то время, как президент Турции Реджеп Таип Эрдоган посетил Нахичвань, где вместе с Ильхамом Алиевым двумя лидерами обсуждалось, как обустроить регионы и открыть транспортные коридоры и маршруты, Америка, судя по всему, пошла в генеральное наступление на позиции России. И первый залп в этом сражении сделал представитель Госдепа США Мэтью Миллер. Комментируя последние события в Карабахе, он сообщил, что Россия якобы, как он сказал, не является партнером в области безопасности, на которого можно положиться. И вот в связи с этим Мэтью Миллер призвал создать, как он сказал, международную миссию, которая предоставит транспарентность, безопасность и спокойствие жителям Нагорного Карабаха. Ну, заметьте, в Вашингтоне не верят в то, что вот эту миссию способен самостоятельно осуществить Азербайджан. И в связи с этим, по замыслу Вашингтона, такая миссия должна будет стать альтернативой миссии российского миротворческого контингента, размещенного в регионе на основе трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года. Мэтью Миллер не стал уточнять, а готов ли будет Баку согласиться на размещении такой миссии на его территории. А между тем, заявление представителя Госдепа США совпало с визитом в Ереван американской делегации в составе главы агентства по международному развитию Саманты Пауэр и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким. Саманта Пауэр и Юри Ким стали первыми высокопоставленными американскими чиновниками, посетившими Ереван после завершения 20 сентября антитеррористических мероприятий в Карабахе. И вот, принимая американскую делегацию, армянский премьер Пашинян сделал новое громкое заявление о якобы продолжающейся этнической чистке в Карабахе, которая вновь поставила под сомнение эффективность миссии российских миротворцев. Вот что заявил Пашинян, я цитирую, «Вы знаете, что, к сожалению, в данный момент процесс этнических чисток армянам на горном Карабахе продолжается, происходит прямо сейчас. Это очень трагический факт». Конец цитаты. Таким образом, что мы видим с вами? Мы видим с вами то, что Пашинян делает акцент на том, что напряженность в регионе, по его версии, после 20 сентября не только не спадает, но, как он считает, продолжает расти. И таким образом, армянский лидер попытался опровергнуть заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, не увидевшего в событиях в Карабахе признаков каких-то этнических чисток. Однако, демонстрируя решимость поддержать версию Еревана о том, что этнические чистки все-таки имеют место, в ходе визита в Ереван Саманта Пауэр повторила мысль о необходимости размещения в Карабахе некой международной миссией, чтобы оказать давление на Баку. И по ее словам, в Карабахе необходимо присутствие международных структур, чтобы оценить, а выполняет ли Азербайджан свои обязательства, так как президент Алиев обещал гарантировать права этнических армян. И в ходе визита в Ереван американская делегация передала армянскому премьеру письмо президента США Джо Байдена. И вот в своем послании Николу Пашняну Джо Байден заверяет его, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Армению в ее усилиях по укреплению демократии в стране и установлению стабильности в регионе. Вот что заявил Джо Байден, я цитирую, Соединенные Штаты полны решимости работать с вашим правительством над удовлетворением гуманитарных нужд, возникших в результате недавнего населения. Конец цитаты. После вот этого, друзья, конечно, окончательно стало ясно, как представляет себе ситуацию в регионе США. Итак, смотрите, по версии Вашингтона, этнические чистки, насилие со стороны Азербайджана продолжаются. А Москва якобы перестала быть надежным союзником Еревану. Поэтому какой вывод? Поэтому вывод, что Армении нужно делать разворот в сторону США. Что она, в общем-то, если судить по событиям последней недели, с ратификацией того же Римского статута, делает, и делает это все Армения семи мильными шагами, уходя от России. А вот что заявил по этому поводу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Я цитирую. Призываем Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, которые приводят к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении. Это заявление наш посол в Вашингтоне сделал не случайно. По его словам, задачей США сейчас является не нормализация обстановки и мирное развитие Закавказья, а нанесение стратегического урона России и намеренная дестабилизация евразийского пространства с перспективой вытеснения Москвы из региона. Это был ответ на все выпады, которые звучали в адрес Москвы из Вашингтона на протяжении последней недели. Однако, несмотря на резкую активизацию политики США в Закавказье и оказываемое давление со стороны Вашингтона с его вот этими обвинениями в невыполнении обязательств, в этнических чистках Москва и Баку, что невероятно важно, остаются стратегической связкой, имеющей огромный запас прочности и удароустойчивости. Кто-то уходит из Карабаха, а кто-то ищет для него. Выход. И этот выход ищут сегодня вместе Москва и Баку. Это был Сергей Строгань, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. До новых встреч, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok